Во-первых, все, что касается продажи алкоголя в пристроенных, встроенных помещениях, многоквартирных домах, а тем более работы кафе, это регламентируется соответствующей законной. То, что, значит, считаете, что послабление, что открыли кафе и продлили продажу алкоголя, ну, мы такие вещи, значит, проверяем, потому что здесь, если работает кафе и продается алкоголь, то, опять-таки, должны соблюдаться нормы, в том числе нормы работы этого кафе. Оно не может работать там бесконечно, там до утра и так далее. Поэтому я отдам эту записку, значит, для проверки комитету по малому и среднему бизнесу вместе с контрольным управлением, они проведут проверку и дадут ответ. Мы, еще раз говорю, здесь просто написано, до скольки работать, но разберемся. Здесь благодарят за праздник, ну, действительно, праздник был хороший. Нельзя ли через годик-другой еще раз ответить? Олега, ну, правильный вопрос, но дело в том, что в Ленинградской области есть еще ряд городов, которые требуют серьезного подхода. Вот мы почему проводим этот год в Выборге? Потому что 725 лет в Выборге. И надо провести в Выборге также серьезные работы по благоустройству, в основном по старым историческим домам. Мы серьезные деньги, там, сотни миллионов тратить будем на то, чтобы привести центр Выборга, исторический центр в порядок. А на следующий год у нас, например, Бакситогорск предполагается, тоже город, который давно, так сказать, до него не доходила такая твердая рука и хорошие финансы с тем, чтобы привести его в порядок. У нас есть, конечно, ряд городов, где не требуется, чтобы мы там проводили День Ленинградской области. Мы, например, отказали, мы именно отказали, значит, Сосновому Бору, сказали, что мы вас включим, там, где-то в задний список, на проведение Дня Ленинградской области, потому что мы готовы у вас провести любой праздник, но под День Ленинградской области, на те деньги, которые мы даем на благоустройство, вам таких денег не надо, потому что так, Сосновый Бор очень неплохой, город симпатичный, тем более, что мы еще и даем там деньги сегодня там вместе с Росатом на благоустройство, в принципе, им этого хватает. Я не говорю, что мы к вам придем в ближайшие годы, но вот какой-то цикл делать к вам покороче, мы подумаем, потому что действительно это такая хорошая точка для развития. Но у нас есть еще, еще раз говорю, несколько городов, значит, в том числе на севере, северо-востоке Ленинградской области, где надо провести Дни Ленинградской области. У нас никогда не было Дни Ленинградской области ни в Подпорожье, ни в Ладыном поле, а это тоже города, которые требуют приложения. Вот если мы проведем Бакситогорск и Ладыное поле в Подпорожье, я готов вернуться к рассмотрению сланцев. Но должна быть справедливой. Скорая отказала больному довезти в приемный покой, сказали вызывайте такси, но все-таки приехали к больному. Осмотр больного не осмотрели и опять сказали вызывайте такси. Больной добирался с сопровождением жены на автобусе, это было 31-го, но 1-го, 18-го. Ну вот смотрите, я сразу же эту записочку отложу, значит, я отдам, а у нас здесь присутствует исполняющая обязанности председателя комитета, значит, по здравоохранению Рязанов. Я отдам, здесь есть телефон, мы все такие случаи досконально проверяем. Но вы должны понимать, есть симптоматика, по которой к больному должна приезжать скорая помощь. И такая симптоматика, она прописана. И если, например, у нас телефоны, у нас все разговоры записываются, мы эту систему ввели сейчас по всей области. Если симптоматики, например, не было, а это там достаточно высокая температура, там плохое самочувствие, там обмороки, там потеря сознания и так далее, то вправе диспетчер сказать, что если, ну, например, там температура невысокая, там больной двигает, сказать, что приходите в обычном порядке, приходите на прием. Я приведу сам пример, значит, я вот, к сожалению, свалился с температурой в празднике, то есть организм меня ровно довел до 1 января, и с 1 по 7 я провалялся, значит, с температурой и потом благополучно вышел на работу. Вот, видимо, организм все-таки любит, когда я работаю, а когда я отдыхаю. Вот, и я, мне было плохо, я был на Медном озере, в Силовском районе, я к себе вызвал, ну, я могу себе позволить, я себе вызвал коммерческую скорую помощь, потому что я понимал, что если я бы вызвал обычную районную скорую помощь, она ко мне не обязана приехать, потому что у меня не дико большая там температура, там 37,2, а самому ехать за рулем мне было тяжеловато, ну, и учитывая, что я мог позволить, я попросил, ко мне приехала ближайшая там частная помощь, скорая, они меня там посмотрели, выпустили лекарства, там взяли кровь на анализ и так далее. А так я понимал, что мне надо добираться самому. Когда жена сварилась через 3 дня, я ее сам уже отвез, чтобы врачи посмотрели, потому что, ну, есть правило, есть правило, но мы разберемся. Если здесь были симптомы и не оказали помощь, у нас плод до возбуждения уголовных дел, вы знаете, мы к этому очень строго подходим. Спасибо, Сергей. Значит, дальше идем. Прошу юридических специалистов администрации Минградской области ознакомиться с жалобой, направленной в управление, муниципального управления, да, Невского района, улица Такая-то, руководством УВД. В ответ на эту жалобу я не увидел ответа и конкретно поставил вопрос. Прошу дать ответ, на каком основании нарушен закон, на подтверждение, рассмотрение обращений. Но я так понимаю, что, скорее всего, это обращение, раз оно связано с Санкт-Петербургом, давайте я эту записку возьму, после встречи подойдите к Сергею, Сергея, возьми еще раз, дайте подробности, значит, с тем, чтобы мы записали, и разорвать, потому что сходу я не отвечу, тем более, что это отделение полиции по Санкт-Петербургу. Просьба помочь с выделением леса местным жителям за гривское поселение. Правильный вопрос, абсолютно правильный вопрос. Мы с вами уже не раз говорили, что, с одной стороны, хорошо, когда лес находится у арендаторов, больше порядка, легче контролировать, кстати, легче взимать с них попемную плату и так далее. А с другой стороны, арендаторы, когда дают те же дрова или лес на строительство жителям, кто-то достаточно держит высокую цену. Мы подготовили, честно говоря, законопроект, по которому вернулись к старой советской схеме, когда сельские советы были, когда председатель сельского совета или глава администрации может выписать населению от 10 кубов до 50 кубов под местные нужды, там, начиная от дрова до ремонта сарая или строительства дома, через, так сказать, согласование с Ленобл-Лесом. На дыбы встали арендаторы. Они говорят, это вмешательство в наши права, причем мы им сказали, мы будем населению давать не ваши метры, а те же санитарные рубки, которые есть в каждом лесничестве. Встали на дыбы арендаторы, говорят, это неправильно, вы лучше нам дайте цены фиксированные, по которым мы будем отпускать дрова и лес населению, и мы свыше этих фиксированных цен не будем действовать. Мы договорились с ними, цены вроде они назвали, но все равно многие местные жители говорят, что нам все равно было бы дешевле это сделать самим, чем покупать. Ну, хотя наверняка себестоимость будет не дешевле, просто мы же не считаем, когда там сосед за то, чтобы потом по рюмке вместе выпить, там на своем тракторе доехал, там вывез лес, или там отец с сыном пошли и пилами лес сами поспиливали. Это понятно, что это как запрата не считается, это не считается себестоимостью, чем отдавать живую копейку. Но вопросов сложных много. Я сделаю проще, я поручу депутатской комиссии, пусть они этот закон рассмотрят и окончательно примут решение, потому что в нем есть как плюсы, так и минусы. Потому что многие говорят, вот пойдут люди сами готовят лес, упадет дерево, кого-то прибьет. Кто будет за это отвечать? Так, если кого-то прибьет и готовит лес в лесу арендатор, или кого-то он нанимает, отвечает арендатор лесного фонда. Или если санитар на руке отвечает лесничий там главный, и так далее. То есть есть в этом законе как плюсы, так и минусы. Вот здесь наш депутат Петров Владимир Станиславович присутствует. Я думаю, Владимир Станиславович, вы услышали, давайте вместе с вами над этим вопросом внимательно поработаем. Каким образом и когда можно попасть к вам на прием? Транспорт идет только в выходные, обратно нельзя возвратиться. В нашем городе криминал на высоком уровне, жалобы к Путину, человека посадили, ну и так далее. Вы знаете, я готов принимать, но у меня практика такая. Очень часто губернатор обращается на прием, поэтому я стараюсь в прием вести двухступенчатый. Что значит двухступенчатый? У меня есть профильные мои замы или профильные мои помощники, которые здесь присутствуют. Ну, например, если что-то связано с криминалом, то, значит, у меня есть комитет правопорядка безопасности. Вот здесь Степин Александр Николаевич присутствует. Если, значит, что-то связанное с транспортом, то есть целое управление транспорта, беззамачальник Роззенюк, управление транспорта присутствует. Поэтому обычно я делаю так. Я сначала прошу, чтобы прием провели мои помощники, мои заместители, председательные комитета. Если после этого человек неудовлетворенный пишет повторно, что я был на приеме, меня неудовлетворил ответ или ответ меня поставил некачественный, я тогда, так сказать, провожу прием сам. Поэтому у меня просьба автора записки Алексея Владимировича. Вот два человека встали, к ним, пожалуйста, после встречи подойдите. Я попрошу буквально минут 10 с вами побеседовать. Более подробно изложите суть проблемы. Если необходимо, я готов дальше с вами общаться. Вы здесь пишите, что я от вас добивался личной встречи, от вас нет ответа. Я еще раз говорю, давайте мои коллеги с вами побеседуют, и после этого мы примем решение по личной встрече. Очень большая бумага. Жалоба на депутатную работу теплооснабжающей организации «Дневая энергия», уполномоченную по правам человека Шабанова. Но ответа к проверке работы «Дневая энергия» до сих пор не получили. Давайте мы сделаем так. Я в среду встречаюсь с Сергеем Сергеевичем Шабановым. Галина Александровна, я до среды изучу ваши документы и попрошу, чтобы посмотрел, он здесь присутствует. Олег Сергеевич, я сразу вам, Сергей, попрошу через вас передать. Но, вы знаете, я не знал, что такой вопрос будет по «Дневе энергии», но буквально вчера ко мне обратился мой первый зам, Роман Иванович Марков, рассмотреть опыт работы «Дневая энергия» как положительный. «Дневая энергия», вы знаете, компания, где одни из учительных компаний выступают французы. Удивительно, но здесь в Коммуналке работают компании с участием французского капитала. И они из немногих в Ленинградской области, которые по показателям, ну для нас есть определенные показатели, работают неплохо, эффективно, и более того, практически не пользуются межтарифной разницы из бюджета. И наоборот, практически ее нет, они вообще ее не получают. И мы даже хотели посмотреть опыт работы этой компании, и Олег Сергеевич хотел об этом сказать в понедельник, опыт работы этой компании, чтобы, может быть, ее распространить на другие районы. Но если есть, так сказать, жалоба, ну вот, как это, всегда, сколько людей, столько мнений. Поэтому мы в любом случае оцениваем вашу жалобу, в любом случае я точно гарантирую, что я ее обсужу с Сергеем Сергеевичем Шабановым, потому что я с ним в среду встречаюсь, и я вам точно говорю, что я обязательно объективно к этому отнесусь. Вы недавно открыли музей «Панорама прорыв» в Кировском районе. В свете этого канала «Коняр Сланцев» будет достойный музей «Сланцев» на шахте Кирова. Но вот музей в Лучках, в ДК СПЗ «Сланцев» не может соответствовать требованиям «Сланцевчан». Ну, во-первых, я уже объявил вам, что в Лучках ДК «Сланцев» мы будем полностью переделывать. Это будет современный, поверьте, дворец культуры, мультимедийность, хорошая озвучка. Вот если кто-то был в Кингисеппе, в городском ДК, вот после реконструкции, ну, кто-то из вас был, вы, наверное, видели, как там сделан ремонт, какое качество звука и все остальное. Вот, поверьте, в Сланцах будет не хуже, даже будет лучше, потому что мы с каждым разом все совершенствуемся и совершенствуемся. Мне кажется, что, наверное, там музей и должен быть. Ну, а музей – это все-таки дело местных, муниципалитетов, городского и районного. Наше дело – сделать все-таки реставрацию Дома культуры. Пожалуйста, мы не против будем, если там будет и музей, либо, если нужна какая-то помощь по музею на шахте Кирова. Для меня новый вопрос. Я не готов сказать, Марин Борисович, пожалуйста, с места микрофона, если только есть, чтобы вам было удобно. Дело в том, что у Дома Шахте Кирова относится к федеральной собственности, и поэтому там музей для того, чтобы открыть это, в первую очередь придется обращаться не к Александру Юрьевичу, а, скажем так, выше. Это федеральная собственность. У нас есть Сланцевский музей, я думаю, что в первую очередь касается того, чтобы Сланцевский музей привести в порядок. Но вот здесь вот это мы тогда попросим комитет правительства Инградской области, потому что это относится к музейному агентству. Спасибо. Мы готовы через музейное агентство. И пользуясь случаем, я вас всех приглашаю посетить музей «Диорама Прорыв». Это сегодня самый современный музей в России. 3D-диорама. Это музей, я уже сегодня говорил, выступая перед ветеранами, это музей, где застыла одна секунда, одна секунда боя 13 января 1943 года, это операция «Искра», прорыв десанта у деревни Арбузова на Невском пятачке. Вы представляете, вы идете по окопам, там в блиндажах, и вот перед вами застыла секунда боя. Пули, там взрывы, лица, кто в атаку бежит, туда падает сраженная пуля, где-то рукопашная схватка, где-то там немцы там сверху из окопов кричат. А еще там есть элементы ночного боя, когда все полотно, диорама оживает. Правда, не стыдный музей, и не случайно его посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, потому что сегодня это такой достойный вклад Ленинградской области в память тех, кто погиб, защищая Ленинград. Уважаемый Александр Юрьевич, живя на спортивной улице, имея рядом прекрасный стадион, очень хотелось бы на этом стадионе иметь уличные тренажеры. Реально их установить, жители города, я бы очень благодарен. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы все вопросы по развитию стадионов сегодня решаем совместно с администрацией. И по заявкам администрации выделяем деньги. Кстати, мы в этом году выделили первые 30 миллионов на стадион «Химик». То есть мы хотим и стадион «Химик» привести в такое же состояние, значит, как тот стадион, на котором мы с вами все вместе проводили праздник. То есть мы не стоим на месте, мы двигаемся. Если нужны уличные тренажеры, типа воркаута, либо так называемые силовые тренажеры, ну, во-первых, и, мне кажется, городские власти и районные могли бы их сами купить и установить. Но если тяжело, давайте в рамках финансирования, вот, реконструкции спортивных объектов мы это учтем. Марина Борисовна, пожалуйста, посмотрите. Предложение интересное. А вот, тем больше людей занимается спортом, я сам люблю спорт, я считаю, что это нужно. По поводу затопления частного сектора, благоустройства дорог, водоснабжения и газификации частного сектора. Марина Борисовна, ну давайте здесь вы все-таки информацию дайте по благоустройству дорог, что вы планируете, значит, и вообще по частному сектору. Пожалуйста. По благоустройству дорог. В этом году предусмотрена дорога от перекрестка Кирова-Ленина в сторону северной окраины. Это в рамках моногородов. Далее у нас небольшая сумма по дорожному комитету, и мы сделаем оставшийся участок дороги в районе, значит, пожарки, да, там кусочек совершенно спокойно остался. Мы подали заявку в дорожный комитет, посмотрим, как рассмотрят. Это все-таки, конечно, у нас на сегодня подтверждение пока, к сожалению, нет. Это у нас разбитое комсомольское шоссе Сижна-Замышья. В рамках 95-го ОЗ мы делаем на Сижне, там вот где частный сектор, и на этом сегодня, к сожалению, все. В рамках комфортной среды по благоустройству мы делаем 8 дворовых территорий, и посмотрим, 18 марта у нас будет, мы представим проекты на усмотрение жителей, и за какой проект проголосуют, мы ту общественную территорию приведем в порядок. Пока на сегодня все. Александр Иванович, можешь добавить вопрос? Да, пожалуйста, пожалуйста, Петрович, Александр Иванович, я хотел лично к вам обратиться по вопросу, который много лет, к сожалению, не решается в городе Слансов. Система водоотведения в микрорайоне Учки, к сожалению, наружная система водоотведения фактически на сегодняшний день вся заилена, и силами города, и бюджетом городским с этим вопросом не справится, со всей ответственностью могу вам сказать, потому что сам на этой территории работал. Поэтому хотел бы попросить вас дать соответствующее поручение в профильный комитет или, соответственно, профильному заместителю председателя правительства, изучить эту ситуацию совместно с муниципалитетом, потому что на самом деле вода стоит, и при отсутствии системы водоотведения у целого микрорайона, мы сколько бы ни вкладывали денег в микрорайон Учки, это все равно в конечном итоге все вылетает в трубу, потому что портятся и подвалы, и фасады, и, соответственно, сами дороги, и, ну, вы сами понимаете, все последствия, которые выступают. Это просто тот момент, который хотелось бы отметить и обратиться к вам лично. Я думаю, что все горожане, особенно те, кто проживает в районе Учки, я поддерживаю. Спасибо. Вопрос понятен, вопрос понятен. Олег Сергеевич Коваль, пожалуйста, потому что мы смотрели эту ситуацию, она не простая, не дешевая. Пожалуйста, ваше мнение и позиции, если можно, на микрофон. Александр Ильич, у нас заказан проект у специалистов. Как только проект пройдет экспертизу и смета будет, мы тут же вместе с Марией Борисовичем сделаем на вас заявленное письмо по смете. То есть делается сейчас проект, как только будет проект, мы будем узнать масштаб протострофы в деньгах, тогда будем определяться, как мы это будем делать, либо в течение года, либо двух, либо трех. Но делать это нужно, вы подтверждаете. Хорошо, принимаете, спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что сегодня мы уже несколько вопросов вот так вот по ходу решаем. И по проекту городского парка, вот мы договорились, что будет проект, мы его профинансируем, реконструкцию, улучшение городского парка. И вот по этим старым зданиям с дырами полуразрушенными, которые есть в городе, вот я сказал Марине Борисовичу, в подготовке решения комиссии МЧС, я выделю деньги на демонтаж этих зданий, чтобы все-таки уйти от этих страшных зданий, чтобы не подумали, что мы там после войны, у нас город Славцев, все-таки вот эти все руины, они должны быть зачищены. Поэтому вот почему встречи нужны, чтобы в ходе них, мы очень многие такие вопросы, может быть они и не очень дорогие, как вот снос зданий, там, ну вот мы, я говорю, что мы тут миллион, может быть там полтора обойдемся. Но они нужны для того, чтобы межгорода менять. Можно ли нам, садоводам старше 75 лет, пользоваться автобусом до садоводства Федорова или Федорова поля, значит, и бесплатно? Ну, пожалуйста, что у нас по льготам, по автобусам, пожалуйста, доложите. Александр Ильич, доложу, добрый вечер. Значит, та система 75+, мы ее называем, тот проект, который реализуется в Ленинградской области, первым, кто предложил ее реализовывать, это был Кингисепский автобусный парк. Сейчас мы единую модель транспортную формируем, Кингисепс-Ланца. Естественно, обратимся к перевозчику, к перевозчику коммерческий, то есть он предоставляет эту льготу за счет своей прибыли. Мы обратимся, я думаю, что решим положить на этот вопрос. Спасибо. Вы понимаете, да, мы в порядке эксперимента начали по городам и районам Ленинградской области решать вопросы с автобусными парками, о том, чтобы жители, кому исполняется возраст старше 75 лет, чтобы они на автобусах по районам и по области ездили бесплатно. Уже более 100 маршрутов мы в это включили, но поработаем мы с вами, посмотрим, какие могут, можем мы найти компромиссы, чтобы действительно и вас возили без оплаты. Там был 76 или 75? 75 и старше. А, 75 и старше. Ну, то есть кому исполняется 75 лет, он под эту льготу автоматически будет попадать. Уважаемый господин губернатор, ну, не господин, может, товарищ или просто губернатор, мы, жители улицы Речной, в 14-м году, 16-го декабря, обращались к главе администрации ШОП по поводу газификации наших домов. Нам было отказано, 8 домов до сих пор топятся травами, хотя между нами проходит газопровод. Значит, просьба, значит, помочь по газификации. Пожалуйста, кто из районных властей ответит, потому что это внутридворовая газификация, это все-таки полномочия муниципалитетам. У меня еще обязанности в связи с комитетом ШКХ, Сарокин Голоснович. Значит, что касается газификации частного сектора, там сегодня действительно проблема есть. У нас частный сектор практически не имеет централизованного газонабжения. Значит, администрация в настоящее время готовит, цена вопроса определена, схему газонабжения испанского городского поселения, в первую очередь, и в следующем уже планированы заявки в комитет правительства по проектированию газонабжения частного сектора. То есть вы в планах эту работу ставите? Да. А сроки какие конкретно люди задают вам? По срокам сказать трудно. По срокам мы в этом году сделаем сначала документы, а потом на следующий год будем подавать заявки. То есть в этот год проекция, еще год заявка на финансирование? Да. Единственное, в этот год мы надеемся и планируем закончить газификацию ДОК, как тот, который не введен длительное время в эксплуатацию. У нас в бюджете города заложено 2,3 миллиона, для того, чтобы доделать и ввести в эксплуатацию газопровод на ДОК. Спасибо. Следующий вопрос либо Рязанову, либо Емельянову, потому что для меня он немножко новый. Я не получал пока такой вопрос, не знаю, так это или нет. Почему из списков бесплатных лекарств исключен жизненно необходимые лекарства в глазном отделении Кенисетской болезни сокращена должность медработников и время пребывания с 9 до 5 дней. Но мы, по-моему, не сокращали список жизненно необходимых лекарств. Наоборот, я на днях подписал на Скворцову письмо, где прошу включить еще ряд лекарств в список жизненно необходимых, особенно лекарств с парфарным заболеванием, это специальные заболевания, где, например, годовое лекарство от 3 до 20 миллионов рублей. Понятно, что никакой человек, нормальный средний житель, такие лекарства не купит. И, наоборот, я попросил список расширить, и даже, так сказать, мы уверены, что он будет расширен. Но точно мы, по-моему, ничего не сокращали, поэтому, Лизана, пожалуйста, значит, ответьте на этот вопрос. И по глазному отделению, почему с 9 до 5 дней сократили, и сократили ли мы там должность медработников? Значит, списки льготных, скажем так, лекарственных препаратов утверждаются постановлением правительства. Действительно, за подписью губернатора Ленинградской области направлено предложение расширить этот список препаратами, которые в настоящее время, являясь дорогостоящими, покупаются за счет областного бюджета. И вообще, соотношение закупок препаратов в пользу областного бюджета 1 к 4. То есть, на 1 рубль бесплатных лекарств, которые дает Российская Федерация, мы добавляем из бюджета Ленинградской области 4 рубля. Чтобы вы понимали, большинство субъектов работает 50 на 50. Но мы давно уже пошли с опережением, понимая, что тогда будут, к сожалению, у тех, кто хронически болеет, будет точно лекарств не хватать. Значит, сроки лечения в стационаре, они являются усредненными для формирования экономики медицинской организации. Каждый конкретный случай индивидуален и зависит от показаний. Есть случаи, которые требуют 5 дней, есть случаи, которые требуют 35 дней. Вот здесь, да, это все зависит от состояния больного. Сокращение никакого не производится по поручению губернатора. Ну, скажем так, минимум стагнирована вся сеть, ну, а максимум развивается за счет укрепления вакантных столов. Тогда у меня просьба автора записки к вам подойти после встречи, Лариса Давидовна, вот разобраться. Может быть, просто посчитали, например, в стационаре кингисерфов-глазном, что, ну, вам достаточно там 5 дней, может, там прокапали там глаза или что-то сделали и отпустили. Потому что на самом деле такого, когда мы считаем нагрузку, мы считаем усредненные сроки. Ну, это может быть в стационаре будет и 3 дня, и 9, и 10, и 15, зависит от того, сколько нужно находиться. По показаниям. По показаниям. Возможно, переезд на село. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я в этом году выступил с инициативой, я ее назвал «Ленинградский гектар» или «Ленинградский 10 гектар». Мы будем сейчас выбирать район Ленинградской области, пока мы точно выбрали Подпорожский район, Владынопольский. Сейчас рассматривается Бакситогорский и Сланцевский на то, чтобы бесплатно и земель запасы, и земель сельхозфонда перераспределения. И за счет того, что мы готовы выкупать сельхозземли, бесплатно давать людям земельные участки до 10 гектар и до 3 миллионов рублей подъемные на создание коррекционского фермерского хозяйства. Для чего мы это делаем? Это одна из форум закрепления людей и развития экономики дальних районов. Более того, возможно, мы пойдем дальше и мы будем бесплатно выделять до 10 гектар под создание баз отдыха и садоводств в этих районах. Еще раз говорю, для чего? Для того, чтобы люди закреплялись на земле, приходили к вам. Почему, например, мы уже решили включить базы отдыха? Чтобы, например, петербургские бизнесмены строили, например, в Сланцевском районе. Мы даем им землю бесплатно базу отдыха, либо какие-то коттеджи, либо что-то еще, с тем, чтобы развивали бизнес. Это рабочие места, это развитие территорий и так далее. По ДНП очень много вопросов давать и не давать. Но вот две вещи – это крестьянское фермерское хозяйство и база отдыха. Именно все, что связано с такой чистой экологией, тему подхвачено. Мы сегодня уже даем крестьянским фермерским хозяйствам гранты от 1,5 до 3 миллионов рублей. Есть специальная комиссия при Комитете по агропромышленному комплексу. Комиссию возглавляет Олег Михайлович Малащенко, мой зам, который курирует Агропром. И в рамках этой комиссии рассматриваются проекты крестьянско-фермерских хозяйств. И ежегодно до 30-40 крестьянских фермерских хозяйств получают гранты. Еще раз говорю, гранты разные. Есть 1,5 миллиона и дальше до 3. Есть и больше, но это уже под инвестпроекты, где идет поддержка еще и с федеральным бюджетом. Ну, например, там индюшача ферма, или там, например, большая, там, утиная ферма. Или вот сейчас там, например, там ферма по производству, значит, каких-то там, ну, проходила там баранов, там большое стадо, там с бойным цехом и так далее. Пожалуйста, мы эти вещи, эти вещи отрабатываем. Я ваш телефон передам Олегу Михайловичу Малащенко. Он даст своих специалистов, они на вас выйдут. И я думаю, что в рабочем порядке помогут. Ну, вот закон, который, кстати, мы будем принимать на ЗАГС, вот, о 10 гектарах Ленинградских. Мне кажется, очень интересный закон, потому что получить бесплатно землю, получить подъемные, это было бы здорово. Единственное, что будет ограничение, это тоже конкурсная комиссия. Потому что мы понимаем, что может прийти человек к сути.